Рыбалки В Закарпатье мне мой друг очередной заказ попросил сделать, повторить те мушки, которые ловят хорошо форель, хариуса, ну и понятное дело периодически попадается жерех и галавль, как ни странно. Значит, особенностей здесь никаких нет, единственное только лишь, это вот я вязал такого типа приманки уже очень-очень давно, я их, как говорится, обозвал псевдо-тенкара. Они выполняются в стиле тенкары, имеют вот такой вид, то есть парашютик, дальше идет пластмассовая бусинка, ну и тело, то есть своеобразный типичный эмиджер. Как уже было замечено, вот самые такие уловистые цвета, это вот натуральный такой серо-коричневый, я использовал даббинг норки, можно использовать под шерсток лисы, ну а эти две приманочки, они изготовлены с использованием уже акрила, нитки. Это флюоресцентные, то есть они еще дополнительно светятся. Еще я хотел бы вот обратить внимание на что, ну комарик понятно, базар понятно, это вот тоже имитация, выполнена на восемнадцатом крючочке, вот, это имитация идет комарика. Такие вы тоже фильмы у меня, если нужно, найдете, нет, значит я тогда дополнительно сделаю. Эти вот приманки, они уже проверены не одними, как говорится, годами, работают достаточно хорошо. Но, помимо этого обзора, который вот Александр Бадида мне заказал эти приманки, мы обнаружили, ну, такую закономерность, что на Западной Украине, в горных речках, значит у нас хоть веснянки, хоть поденки, хоть все какие имеют вот личинки удлиненные, вот такой вид. И получается так, что вот, как вы можете обратить внимание, хвостик практически равен длине цевья. Выполнено на шестнадцатом номере, с подгрузкой бусинкой латунной, ну, и тело, понятное дело, выполнено из нитки акрила, как оранжевые эти, так и эти вот сиреневые. Работают достаточно хорошо, и учитывая то, что вот такое удлиненное тело у всех веснянок, достаточно уловистая вот такая нимфочка практически по любой рыбе. Ну, вот, в принципе, это и все. Единственное, конечно, я хотел бы в завершение сказать, на заставках, как говорится, фотография на эти приманки пойманной рыбы, большинство, я на фейсбуке получил критических замечаний, хотелось грубо ответить, но потом просто взял и этих товарищей удалил. Значит, друзья мои, у меня в друзьях, знакомых, и из числа товарищей нет браконьеров. Если у нас в Украине форель и хариус занесены в Красную книгу, разрешено ловить только в тех местах, где их разводят специально для рыбалки, ну, и на определенных участках рек, где тоже разрешено ловить. Поэтому, если человек поймал, выложил эту фотографию, то никак он не является браконьером. Поэтому, убедительная просьба защитников всего живого, пожалуйста, мне лучше не пишите, не высказывайте свои мнения. Вот, в принципе, это и все. Благодарю вас за внимание, я оставляю почту. Если будут какие-то вопросы или дополнительные, будем говорить уточнения по этим приманкам, я вам отвечу, вплоть до того, что, значит, свободное время, я сделаю для вас фильм. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok